ПЕСКОМ, СТРЕЛОЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ Система защиты от снежных заносов, а также системы технологического обслуживания поездов. Парк позволит станции принимать составы длиной до 100 вагонов и увеличит пропускную способность Илландской в полтора раза. Это очень кстати, говорит руководитель железной дороги. Сегодня станция Илландская просто задыхалась от пропуска этого количества поездов. Вот вчера мы сдали рекордное количество поездов на Тайшет. Это 91 грузовой поезд только прошел. 91 грузовой. Можете себе представить, что каждый поезд провел в четном направлении 6 тысяч тонн груза, а то и больше. На открытие нового объекта железной дороги приехал губернатор края Виктор Толоконский. Глава региона осмотрел объект вместе с депутатами ЗАГСобрания и Государственной Думы, а также представителями крупных госкорпораций. Многие из них отмечают, появление такого парка серьезно улучшит краевую экономику. Мы в отличие от всей России так не обвалились благодаря таким отраслям, как в том числе и железная дорога, потому что она ращивается. Отрадно то, что потихоньку устает с колен лесная отрасль, а это будет основной как раз заказчик по перевозке продукции в Юго-Восточную Азию. Здесь можно и нужно развивать и реализовывать крупные инвестиционные проекты крупнейших российских компаний, в том числе госкорпорации Ростех. И в этом смысле железная дорога – это неотъемлемая составляющая стратегической инфраструктуры, в данном случае транспортной инфраструктуры, которая позволит осуществлять эти инвестиционные проекты. Кроме того, глава региона ознакомился с работой локомотивного депо и проинспектировал стройплощадку будущего вокзала на станции Иланская. По проекту двухэтажное здание сможет ежедневно пропускать свыше 32 тысяч пассажиров на поезда дальнего следования и почти 80 тысяч на пригородные составы. Благодаря этому Иланский станет быстро развивающимся городом. Здесь дополнительные доходы, дополнительные рабочие места, здесь дополнительное желание получить профессию. Вот сейчас девушка, кто вела церемонию, она говорит, я поступаю в железнодорожный вуз. Это значит, что будущее будет очень интересным. Также в ходе рабочей поездки глава региона встретился с местными жителями. Илансы рассказали Виктору Толоконскому об актуальных для города проблемах. Одна из них – ремонт дороги к дачным участкам, которая к тому же соединяет северную и южную часть города. Как рассказал губернатор, проезд сделают уже в этом году. Специалисты уже заключили контракт с подрядчиком на сумму более 5,5 миллионов рублей. Разговор прошел, мне очень понравилось. Вопрос практически решен. Резолюция есть для главы. Я сам так посмотрел районы. Я считаю, что вопрос будет решен. После губернатор отправился в Каннский район, где вместе с депутатами побывал на строящемся животноводческом предприятии. Его строит частный инвестор. За 350 миллионов рублей здесь возведут комплекс на 1200 голов. А его продукция будет обеспечивать продовольствием не только Каннский район, но и другие территории. Молоко, оно востребовано сегодня и на молочном консервном комбинате в Филимоновском, и на других предприятиях, на том же Милка, который находится в городе Красноярске, в том числе и отсюда, я думаю, будут поставки соответствующие. Предприниматели могут рассчитывать на краевую поддержку, заявил Виктор Толоконский. К примеру, им возместят часть затрат на строительство и выделят средства на улучшение генетического потенциала животных. Глава региона подчеркнул, уже через полтора-два года на этом месте будет высокотехнологичное предприятие с большой продуктивностью и высоким уровнем зарплат. Александр Ловицкий, Максим Галат, Новости.